Женская красота В лучшем мероприятии на свете. Добро пожаловать на первый московский конкурс красоты среди полных моделей, господа. Началось мероприятие с моноспектакля Сергея Зверева под названием «Бей своих, чтобы чужие боялись». А ты ходил яйцами тревел, а ты зачем снимаешь? Непонятно. Журналисты разбежались, оставив короля эпатажа эпатировать самого себя. Тут-то гроза именовала. Зверев стал человеком и заговорил. Почему отличается секс с худой девушкой от секса с полной девушкой? Ну, понимаете, вот я сам худой, например, да? Поджарый, стройный. И если такая же худющая и костлявая девушка, то, конечно, звону будет. А что вы вначале-то так психовали, когда мы вас пытались снять? Нет, я психовал, потому что мне не принесли горячий чай с горячим молоком. Потому что не было меня, поэтому... И я всем дал пиво и сказал, что, блин, где чай? Конкурс среди дам в теле, по идее, должен был убедить присутствующих, что полные девушки полноценно красивы. А мода на худышек пищит своим последним писком. Присутствующие делали вид, что убедились, но стереотипное мышление все равно прорывалось наружу. Живучая. А вы бы хотели быть полной женщиной? Нет. Почему? Не хочу никогда. Не дай бог. Я, конечно, не люблю, когда большой живот. Все-таки женщина дала следить за собой, чтобы зубы были нормальные. Самой пышноформенной сладкотелкой по решению жюри стала продюсер Муз-ТВ Катя Жаркова. Поздравить красотку оказалось не так-то просто. Поклонников у Катрин целый рой. Того, гляди, ужалят. Я понял, вы с Сережей едете? Я пока не решила. Ну, решайте. Хорошо. Почему, что к тебе кадрились? Черт возьми, да. Худеть планируешь? Нет, никогда. Я теперь буду специально есть. Главное, чтобы хватало денег на хорошую пищу, чтобы всегда держать себя в форме. Алексей Чумаков, нынче уже официально очарованный Юлией Ковальчук, решил показать миру, что он не только музыкант, но и художник. Зима навеяла Чумакову мысль о том, что неплохо было бы украсить своими картинами, скажем, окнам. Долго раздумывать над логичностью своего поступка он не стал, а схватился за кисть. Но мы, в свою очередь, схватились за камеру.